И снова все в сборе, снова все отдыхают и ни черта не делают на работе. Начальство тоже, в том числе, смотрит и наблюдает. Вот. Чем они занимаются? Они чем не занимаются, здравка? Зачем чем-то заниматься? Друзья, новая информация. Мы, вот представьте, такая терраса, гигантский большой ресторан. Сломалась машина, которой раньше мыло пол. И что мы будем делать? Мы будем мыть пол самостоятельно, руками. Швабра, вот это вот все, это прекрасно. Это очень хорошая новость. Уже несколько дней это происходит. Друзья, смотрите, какую красоту поймал. Очень большая, очень крупная. Моешь вот так окно. А там прекрасная девушка тоже моет окно. Она сняется. Ой, друзья, намечается дождь. Идет мощная такая гроза. И звуки соответствующие. Вряд ли я услышу сейчас, но они есть, поверьте. А я вытираю столы и грязь. Друзья, мне надо пойти с одного ресторана в другой. Для этого необходимо, соответственно, пройти вот по такому дождю. Я даже не знаю, как это сделать. Ни зонта, ничего вообще не надо. Абсолютно. А, посмотрите, какой дождь. Друзья, обратите внимание, как ровно стелятся облака. Прямо вот пелена такая, да? Предзакатная. Ну, выглядит потрясающе по цвету. Конечно, айфон может не передаст все, но тем не менее. А мы работаем, собственно. Смотрите, какие облака потрясающие. Просто очень красивые. На самом деле, даже чуть потемнее. Вот так, наверное, сейчас. Слышите? Мощный. Так, круто, надо мы забрать. Бабахает очень сильно. Сейчас услышите еще пару выстрелов. Итак, у нас день рождения у коллеги, поэтому мы записываем видео. Все прячутся, естественно. Так. О, бьяней даю, бьяный буди! ГэпИ бюардей, бьян даю бьян, бьян даю! А теперь покажу как сотрудники работают. Вот здравка, кушает курица, вот. А Марчик отдыхает. Отдыхаешь? Я сказал, что это не плохо. Нельзя, да? Да. Понятно. Ни хера не делают, понимаете? Куча посуды. И надо разгребать. Кому? Монер самостоятельный. Понимаете? Ну вот, собственно, друзья, как я и говорил, Яким не появился. Его просто нет начальника. Он где-то ходит, где-то бродит. Неизвестно где. Мы пиздячим сами. Как мы. Я, Борис иногда делает так же на уровне. Но есть у нас еще одна девочка, которая нам помогает. И девочка, которая нам не помогает. Она приехала недавно с парнем с Украины. И она еще не знает, как работать. Не получилось еще. Ну а так, надо сейчас опустить стульчики. Посмотрим, кто это будет делать. Наверняка это будет делать я. Сегодня у меня в баре. Опять же, вот выровнял более-менее столы. И на столы, на каждой, надо поставить четыре такие салфеточки. Но, видите, никто не парится. Куча мух. Нужно опускать стульчики уже. Может быть, я начну, кто-то поможет. Но, скорее всего, никто. Просто поебать. Девочки спят, отдыхают. Ничего не делают. Машут руками. Мальчики должны пиздячить и работать. Понимаете? Боря решил мне помочь. Опустил три стула. И это уже неплохо. Герой. Неудобно, конечно, снимать видео одновременно. Ты помогаешь иногда. Я же за тебя ничего не говорю. Постоянно пиздит варенье. Постоянно. Просто этого варенья. Просто обдолбиться сколько. Каждый раз. Они берут, откладывают, откладывают, откладывают. Откладывают. И просто забивают, забивают. Всем наплевать. Понимаете? Вот так вот они работают. И придет Яким. Если я присяду на секунду. И одна из девочек будет там протирать стол. То он скажет. Бля, Игорь. Иди работай. Ты же ничего не делаешь. Ни чертана не делаешь на работе. Иди хоть что-то. Начни делать. Понимаете? А то, что я весь день пиздячу. Они лежат и нихуя не делают это другое. Ну, это такое. И где Яким? Где он? Где? Его нет. Он просто отдыхает. Где-то с собакой своей гуляет. Понимаете? Он был утром. Ну, может быть, придет вечером. Его спрашивали уже. Всем плевать. Мои сотрудники как сидят в телефончике. Все, кроме Кристины, так и сидят. Ни хера не делают. А зачем? Что делать? Если нет начальника на месте, то им плевать просто абсолютно. Зачем что-то делать? Кому-то помогать? Боже мой. Это так скучно. А начальника нет на месте. Где-то ходят. Вообще неизвестно где. Здесь только Виктория отдыхающая. Больше никого. Абсолютно. Идем искать дальше. Виктории тоже не надо сильно трудиться. Зачем? А начальника просто нет. И все. Всем плевать. А если начальника нет, то никто работу делать не будет. Понимаете? Будет кто? Будет Игорь делать. Возможные работы. И все. Все остальное может насрать. Все будет сидеть. Вот все сидим уже. Уже даже я сижу. А все равно есть люди, которые берут и начинают чистить столбы. Вытирать что-то. Вот это потрясающе. И не нужен никакой начальник. То есть Яким, например, который до сих пор непонятно где. Вот просто исчез. Испарился. Да? Он вообще не контролирует процесс. Он не понимает, что есть сотрудники, которые ни хера не делают. А есть сотрудники, которые постоянно что-то делают. Вот что важно. А он не контролирует процесс. Он просто где-то. Он где-то ковыряется в жопе. И посмотрите внимательно на условия. Просто, блядь, вот эти условия. Там будет грязь. Это говно. Вот посмотрите. Вот где. Что это, блядь, за ручка? Скажите мне. Это нормально? Вот умывал. Вот это, блядь, что? Вот это вот. Это условия. Это чтобы понимали. Вот так у официантов выглядели. Что это? Просто. Кайфовые условия, да? Потрясающе. Вот у официантов такая комната. Потрясающе. Просто великолепно. Сиренит и байк. Приходите. А вот пришла Мария. Что вы понимали, 5-10. Она не знает. Ах. 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 пять-десять, а ее, блядь, нет, ее просто не было. А теперь, друзья, расскажу вам про вишенку на торте, да, Марье, как оказалось, она работает барменом, то есть она вот там, бармен у нас заболел, и она решила поработать, но вместо себя она никого не поставила, то есть мои коллеги нихера не делают просто, да, и у меня есть уникальная возможность 30 человек обслужить, представьте себе, 30 человек умножьте на 3 или на 4, то есть должно быть сколько позиций, да, то есть напитки принесли, первое, второе, салаты и так далее, все это необходимо принести, потом все это необходимо убрать, и это за короткий промежуток времени, и не должно быть у тебя ошибки, то есть не то блюдо ты не должен ни туда принести, вот в чем дело, и в результате я должен все это сам сделать, один, единственный, потому что Мария так сказала, она сказала, Игорь сам справится, 30 человек это немного, это нормально, посмотрим, что из этого выйдет, и чья это будет ошибка, моя или ее? Потрясающе появился. Вау, маленькая девочка, представьте, так поет, сейчас услышите аплодисменты, ну реально очень круто, очень сильно, давайте послушаем, вау, просто вау, маленькая девочка, ей лет 12, наверное, так поет, Кристину Агилеру, потрясающе, вау, маленькой девушка, вау, маленькая девушка, вау, особая умы, поет, чем разudi, дверь, начинка aider, успехkal здесь, попросу меня, без этого, что два, это то не прописано, у него пока, 5 fine, н papa съёмке, 15 советская девушка,ornяках,pan часа,